итак рад приветствовать вас ребята на своем канале и в моей новой рубрике полигон что мои мазандаранские тигры вы готовы итак приступим к сравнению сегодня будут три представителя и первый представитель это юс второй представитель нашего списка это также очень хороший пистолет с которым я играю и предпочитаю его в начальных да и вообще во всех раундах это p2000 ну и скажем так представитель хулиганов или террористов это блок 18 тоже очень хороший пистолет и сейчас я вам расскажу о всех плюсах и минусах этого оружия так сегодня мы сравним что же все-таки круче на пистолетных раунда также ребята я объявляю конкурс на самый лучший комментарий по дополнению к этим ттх который я сегодня буду рассказывать автор понравившийся мне ттх и дополнение будет вознагражден каким-нибудь ценным подарком лично от меня так что старайтесь дерзайте ехту и первым у нас выступает юсб оружие контр террористов очень хороший пистолет начальных раундов как некоторые считают сейчас на своих экранах вы можете видеть краткое ттх это урон в броне и урон без брони ну тем кто не успеет его прочитать я могу продиктовать итак юсб голова урон без брони 140 урон в броне 70 грудь и руки урон без брони 34 броне 17 живот урон без брони 43 броне 22 ноги урон без брони 26 броне 26 то есть практически идентична также я протестировал необходимое количество выстрелов для того чтобы сделать килл на расстоянии от 5 до 15 метров это 8-10 выстрелов иногда бывает и больше потому что вы попадаете либо нефте хитбоксы либо очень трудно прицелиться также я протестировал необходимое количество выстрелов за которые вы сможете убить противника в голову это когда уже идут раунды в которых противник закупает броню полностью для этого необходимо выстрелить с любого расстояния два раза и попасть хитбокс голова так поговорим о плюсах пистолета юс ну во первых это глупитель что нам дает глушитель ну во первых как следует из названия это приглушает звук выстрела и противник не сразу понимает откуда ведется огонь во вторых при стрельбе с глупителя не видно трассеров а зачастую некоторые простреливают в дымы или откуда-то со скрытых позиций иногда по трассерам можно вычислить откуда по вам ведется огонь при стрельбе с юспа с глупителем этого не происходит ну и в третьих это слабо отдача что позволяет вам вести огонь не теряет темпа стрельбы то есть вы можете выпустить 12 патронов очень очень точно заметьте что с пистолета юс при стрельбе по ногам необходимо сделать пять выстрелов чтобы сделать килл но если вы подходите ближе 6 метров а это пять с половиной метров или пять метров вам требуется всего четыре выстрела для того чтобы сделать килл дальность поражение пули это та дальность при которой траектория полета пули не превышает точки прицеливания статичном положении стрелка то есть если вы статичный стоите на месте и стреляете то цель должна получить весь урон это игровая баллистика так что из этого следует из этого следует что с расстояния 22 метра игровых метра заметьте они реальных вы должны наносить полный урон если расстояние превышает эту траекторию то урон может снижаться за счет брони и попадания в какой-либо из хитбоксов периодически вы видите как я ввожу консоль команду и проверяю дальность и расстояние до цели этим я вычислял примерное примерное нанесение урона в тот или иной хитбокс на этом я думаю мы закончим рассматривать юз и перейдем к нашему так сказать следующему претенденту это блок 18 так на своих экранах вы также можете видеть краткое ттх но тем кто не успел его опять же прочесть я его зачитаю итак блок 18 урон без брони в голову 111 броне 52 грудь и руки без брони 27 броне 13 живот без брони 34 броне 16 ноги без брони 21 броне 21 я также протестировал блок на разных расстояниях вот какие я получил результаты с расстояния от 5 метров блоку необходимо сделать от 8 до 10 выстрелов в хитбокс грудь для того чтобы сделать килл также в отличие от юспа с блока необходимо попасть три раза в голову в бронированную цель для того чтобы сделать килл то есть если вы стреляете бронированную цель в эко-раундах с юспа вам необходимо сделать два выстрела если вы стреляете с блока вам необходимо сделать три выстрела то касается хитбокса ноги то на любом расстоянии блоку необходимо сделать пять выстрелов в отличие от юспа также напомню что ранее видео я говорил что с расстояние от 5 метров юспу необходимо сделать четыре выстрела по ногам для того чтобы сделать килл на глок это правило не распространяется вам необходимо делать пять выстрелов с блока чтобы сделать килл по ногам итак плюсы юспа перед глок 18 бронепробиваемость точность глупитель минусы юспа перед глок 18 это боезапас плюсы глок 18 перед юспом это боезапас и скорострельность пистолета глок 18 думаю на этом мы закончим сравнивать юсп и глок 18 и следующий наш претендент это п2000 и мой любимый пистолет в игре counter strike сейчас вы также можете видеть краткое ттх п2000 на своих экранах но для тех кто не успел его прочесть я также его зачитаю итак п2000 урон без брони в голову 140 в броне 70 грудь и руки без брони 34 броне 17 живот без брони 43 броне 22 ноги без брони 26 броне 26 ттх юспа и п2000 практически идентичны отличается лишь дальность поражения и отдача пистолета юсп 22 метра дальность поражения пистолета п2024 метра отдача пистолета юсп 70 отдача пистолета п2073 сейчас я буду выражать сугубо свое мнение так как я играю с п2000 мне кажется что он взял все самое лучшее от обоих пистолетов что от юспа что от блок 18 достаточно приемлемая стрельба и скорострельность также мне нравится его боезапас юсп неоднократно меня подводил тем что просто заканчивались патроны с п2000 я такой нужды в боеприпасах не испытываю отдача в counter strike влияет на точность стрельбы но разница всего лишь в три я думаю что она не существенно по игре все остальные ттх п2000 и юсп совершенно идентичны вы можете проверить мои слова на любом сайте либо на официальных сайтах steam итак подведем итоги нашего с вами небольшого исследования стоит ли на начальных раундах подбирать пистолеты кт да стоит и я считаю что они имеют полное и очень большое преимущество перед блок 18 мощнее и лучше ли пистолет юсп или пистолет p2000 чем блок да мощнее большая бронепробиваемость больший урон точнее стрельба в чем преимущество пистолета блок 18 как я и говорил ранее это больше боезапас и большая скорострельность так исследование мы с вами провели думаю что выводы вы сделаете сами ребята жду ваших комментариев по поводу этого видео жду также предложение для новых исследований буду очень рад для вас постараться в новых видео ну что ж думаю буду на этом заканчивать с вами был харри акции новая рубрика полигон ребята всем хороших каток и не забывайте что лучше плохо играть чем играть с читами всем удачи здоровья и всех благ и 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 Продолжение следует...